Добрейшего! Буквально 30 августа состоялся релиз мобильного корейского проекта, про которую мы еще не говорили, под названием Epic 7. Я постараюсь описать основные моменты игрового процесса, а также различные подробности, рассказанные разработчиками в интервью. С вами, как всегда, проект Dissonance. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь здесь всегда самые интересные и свежие новости. Присаживайтесь поудобнее, загляните в описание, а мы начнем. Начнем с того, что так как это корейская игра, скачать ее можно напрямую только через VPN, или же просто перекинуть установочный файл, предварительно скачав его по ссылочке в описании. В этой новой мобильной игре пользователям предстоит собрать специальный отряд из нескольких персонажей и отправиться уничтожать полчища различных монстров, выполняя основную сюжетную кампанию. Epic Seven Это увлекательный 2D проект, в котором основное передвижение происходит по типу сайдспролинг. То есть вы сможете передвигаться только вперед или назад. Однако каждая миссия представляет собой некий лабиринт с кучей различных путей, и иногда могут привести в тупик с грозными монстрами или ценной наградой. По сути официальный лозунг игры звучит так – Lazy Animation. И это всецело отображает одну из особенностей игры, которая понравилась многим англоязычным игрокам, судя по их комментариям. Каждая обычная анимация ваших персонажей или противников представляет собой обычный набор анимаций. Но когда-либо используется специальное умение, запускается 3D ролик с потрясающей кат-ценой. Как и игра, почти все сюжетные заставки выполнены очень качественно, в специальном корейском стиле. Хотя проще всего охарактеризовать их как японскую анимацию. В целом основная задача игроков будет составлять как раз коллекционирование новых персонажей и их улучшение различными доступными способностями, чтобы своей армией персонажей пройти основную сюжетную кампанию или приступить к эндгейм-контенту. Причем каждый герой по стандартной схеме относится к определенному классу. И например больше помогает своим союзникам, чем наносит урон противникам. Также если развить его до определенного уровня, ему станет доступна специальная возможность пробуждения, изменяющая его внешний облик и улучшающая показатели. Как мы смогли понять, в игре присутствует свыше 300 различных персонажей, но на данный момент доступно только 100, а все остальные появятся по мере выхода обновлений. Каждый из них создается вместе с уникальным характером и набором различных эмоций, чтобы игрок после встречи мог его запомнить, например из необычного поведения. С героями также связана особая система личного сюжета, которая рассказывает вам его историю через специальные миссии. Их разработчики намерены открывать постепенно, чтобы у игроков было время насладиться прохождением. Однако, так как все же у игрока по сути находится в распоряжении просто кучу народу, у каждого из них есть некая система взаимоотношения, доверие, которое показывает насколько эффективно он будет вести себя в бою, если их поставить рядом. У вас есть три основных статуса. Синим отображается обычное доверие, фиолетовым – ненависть и зеленым – сильная привязанность. Если говорить с точки зрения технической составляющей, то данный проект не сильно требователен, так как он работает на игровом движке собственного производства под названием Yuan Engine. Именно его изначально создавали перед тем, как приступить к разработке самой игры. Место игра занимает только 1 гигабайт, причем разработчики постараются еще сильнее снизить это значение, ведь до старта клиента весил он почти 3 гигабайта. К сожалению, исходя из анализа предпочтений пользователей, данная игра корейского региона нацелена на релиз в Северной Америке, Тайване и Юго-Восточной Азии. На вопрос насчет доната в играх подобного типа разработчики ответили, что все предметы из магазина можно будет спокойно получить игровым путем, используя различные активности. Также в данном проекте больше делается упор на развитие персонажей, нежели на его получение. Именно поэтому в игре будет некая система, позволяющая игроку при призыве новых персонажей точно получить именно желаемого. В целом игра получилась довольно интересной и захватывающей, основной геймплей понятен и без знаний корейского языка, и жалко, что пока что у разработчиков нет планов выпустить данный проект хотя бы в Европе. Так что советуем вам ее поставить и попробовать. Благо сделать это очень просто и в принципе качать основную игру клиент тоже шустро. Это пока то, что нам известно за саму игру Apex 7. Так что не забывайте следить за нашими новостями, а с вами как всегда был проект Dissonance. До новых вам встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин